Житель Караганды выиграл в лотерее больше 10 миллионов тенге. Счастливчик признался, что помогло ему не везение, а собственная система расчетов. Секрет фортуны узнавала Людмила Батюшкина. Новоиспеченный миллионер не хочет показывать лицо и называть фамилию. Валерий Владимирович уверен, что выиграть ему помогла интуиция и логика. В канун Нового года мужчина купил сразу 10 лотерейных билетов. Два из них оказались выигрышными. Просматривал все тиражи, составил определенные номера. Который сейчас составил 5 по 10, которые часто выпадают. И 5 по 10, которые вообще не выпадают в этом тираже. Кто-то одно из двух выпадет. И такие постоянно эти номера, одни и те же, я вложил в течение года. Анна Даудбекова скептик. Она не верит в счастливые случаи, математические расчеты и суеверия. Рассказывает, что когда-то тоже покупала лотерейные билеты, но разочаровалась. Возможно, это просто какой-то пиар-ход. Какой-то вот компании, я не знаю, как бы вот, чтобы завлечь людей, чтобы на приобретение лотерей. Ну, как бы особо я в это, ну, не верю. Поплевать через левое плечо, попрыгать на одной ноге. Но это, конечно, не помогает, это все, как бы, просто людям дает какую-то уверенность в том, чтобы они верили в свою удачу, не больше. К слову, сам карагандинский миллионер признает, что за три года игры в лотерею потратил немалую сумму. Стоит помнить, что чрезмерное увлечение лотереями может привести к зависимости, говорят психологи. Определенные действия и труд, они приведут к гораздо большему выигрышу, чем в ожидании фееричного чуда. И случится ли оно вообще. То есть, здесь, знаете, реальность уходит из-под контроля, когда мы ждем чудо. Да и сам выигрыш может стать серьезным испытанием, предупреждают психологи. Так, в конце 90-х в России целая семья спилась после получения многомиллионного джекпота. А в Британии супруги подали на развод после того, как их бюджет пополнился выигрышем в 101 миллион фунтов стерлингов. Вот только Валерию Владимировичу это не грозит. После удержания всех налогов сумма станет значительно скромнее, говорит мужчина. Шар номер 49. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, информбюро Караганды.